Добрый день, уважаемые коллеги! Я хотел бы сегодня заострить внимание над такой проблемой, как влияние нормы высева на продуктивность нута, который выращивается в условиях Ростовской области, в условиях Дона. Но прежде чем начать свой доклад, хотелось бы задать вопрос, для чего необходима эта культура, стоит ли ею заниматься, насколько она перспективна, насколько она рентабельна. Итак, я считаю, что да, это культура, будущее, которое постепенно увеличивает, иногда уменьшает, потом снова увеличивает, площади под выращиванием культуры. В дальнейшем я приведу данные. Так вот, почему стоит заниматься нутом? Ну, прежде всего, эта зернобобовая культура на сегодняшний день в Ростовской области очень мало уделяется бобовым растениям в севообороте места. Где-то порядка от 3 до 4,5 процентов. Если мы возьмем для сравнения Краснодарский край, у них от 10 процентов. Возьмем Воронежскую область, тоже 10-12 процентов. В Ставропольском крае примерно такая же картина, как и в Ростовской области. То есть, бобовые только набирают свое значение и площади выращивания. Для чего необходим нут? Ну, прежде всего, как я сказал, это культура, которая бобовая и не имеет общих вредителей, болезней и обязательно должна возделываться в севообороте на полях Ростовской области. Великолепный предшественник для злаковых культур. У нас ведущая культура зимая пшеница. Естественно, для зимой пшеницы лучше не придумать. Кроме того, нут очень питательный. И в настоящее время разрабатываются способы переработки. Ну, могу назвать несколько из них. Кроме того, что нут используется как, ну скажем, крупа нутовая. Нутовая мука может использоваться еще и в консервировании. Аналог зеленому горошку сейчас разрабатывается. Великолепная кормовая культура с повышенным содержанием белка. И продовольственная культура. Значит, для птицы очень ценный корм, комбикорм. Для крупного рогатого скота и для свиньи, свиноводства. Значит, что касается вкусовых качеств. Есть разновидности Дези и Габули, я их в дальнейшем представлю. Так вот, и тот, и другой великолепно может употребляться в пищу. Содержит незаменимые аминокислоты. Легко усваивается организмом. И самое главное, практически не содержит антипитательных веществ. Как многие другие бобовые растения. Только из-за этого нут, я считаю, следует выращивать и производить. Не только как экспортную культуру. Но и как культуру для использования на территории Российской Федерации. Если мы возьмем немножко историю, то производство нута в России в 2019 году было следующим. Значит, площади уменьшились по сравнению с 2018 годом на 272 тысячи гектар. И составили 579 тысяч гектар. При этом валовые сборы сократились немножко меньше на 114 тысяч до 506 тысяч тонн. Если мы возьмем, какие же основные регионы выращивают эту культуру, то мы с вами увидим, что лидером является Саратовская область. Она, причем, долгие годы является лидером. Итак, в 2019 году 26,7% от 506 тысяч тонн. Волгоградская область 18,8. Оренбургская 16,3. Самарская 15,5. И Ростовская 5,5%. Это долевое участие в валовом сборе области. Если мы возьмем по потреблению, значит, в основном в настоящее время это экспортная культура. И экспорт нута в 2019 году немножко увеличился объем экспорта, который составил 467 тысяч тонн. Ну, в 2018 году эта цифра была экспорта 248 процентов, увеличиваясь, потому что 333 тысячи тонн было реализовано. Точно так же интенсивно начали реализовывать в начале 2020 года. Поставки за рубеж в январе-апреле составили 116 тысяч тонн. И экспорт вырос на 17 процентов. Несмотря на сокращение общих площадей, валовый сбор сократился не настолько много. Это связано с тем, что урожайность в среднем по стране в 2019 году составила 8,7 центнера с гектара. Если мы зададим вопрос, что влияет на продуктивность нута. При перечислении основных элементов технологии мы заметим, что довольно-таки значительным является правильный подбор предшественника. Значит, необходимо выбрать сорт, который необходим именно для конкретной почвенно-климатической зоны. Определиться с оптимальными сроками сева. На сегодняшний день это все проблемные вопросы. Требует довольно-таки широкого осмышления и творческого подхода к их решению. Я хочу остановиться сегодня на густоте стояния растений. Ну, прежде всего, нельзя сказать однозначно, что есть панацея, конкретная норма высева для конкретного сорта. Нет такого, нет. Еще раз говорю, что необходимо творчески подходить к срокам сева, к нормам высева. Значит, почему? Дело в том, что на нормы высева очень сильно влияют, насколько может быть развито растение, то есть потенциал его. Если мы посмотрим в настоящее время, в данном случае на слаге, это перспективные линии нута, которые в ближайшее время, я думаю, будут расти на полях дона. Это и дези, и кабули, и коричневые, и черные. И обратите внимание на крупность. Значит, если сорт-вектор, который является стандартом для Ростовской области, то у него масса тысячи, ну, порядка 320-380 граммов. В настоящее время испытываются линии, у которых масса тысячи до 700 граммов, то есть практически в два раза крупнее. Но, естественно, и норма высева, в зависимости от крупности семян, от того, какой потенциал высокорослости, будет зависеть и этот показатель. Густота стояния растений к уборке. Но обратите внимание, в Ростовской области в ближайшее время должен выйти первый сорт после, будем так говорить, 1953 года, это агроплаза. Но его пока на рынке нет. Вы его, ну, именно семенной материал для получения товарных, товарного зерна, вы не найдете. Значит, в ближайшее время будет сорт антрацит. Вот его линия, черный. Из белосемянных будет и планируется боковский белосемянный сорт. Кроме того, планируется возделывание на территории Ростовской области, в том числе, коричневого сорта. Будет называться он Григорий. Значит, на сегодняшний же день районированы сорта, причем в основном, начиная с 1954 года, это юбилейный, он остался в реестре. И, скажем, есть очень современные свежие сорта. Галилео, например, 2016 года. Зоовид 2015 год районирован. На все эти сорта, Бонус, Вектор, Волгоградский 10, Волжанин, Галилео, Заволжский, Золотой юбилей, Зоовид, Краснокутский 123, Краснокутский 28, Краснокутский 36, Прива 1, Розана, Совхозный, Сокол, Триумф, Шарик и Юбилейный. Все они требуют к себе особого внимания и разных норм высева. Нельзя сказать, что все их можно сеять с одной и той же густотой стояния. Ну, это все разновидности. Очень интересен тот факт, что нут – это культура, которая обладает очень интересными не только народно-хозяйственным значением, но и обладает интересными биологическими особенностями. Ну, прежде всего, к особенности является то, что нут – самый засухоустойчивый из бобовых растений. И многие считают, раз засухоустойчивый, то он теплолюбивый. Так вот, хочу развеять эту легенду. В 2019 году, в зашедшей осенью нут в виде падалицы, выдержал минус 12 градусов в течение трех суток. И остался живым фазе всходов. Под снежным покровом может выдержать до минус 25 градусов. А весенние заморозки, если он формирует, ну, скажем, уже 3-5 листьев, то минус 8 – ему не страшны. Следующий, как я сказал, засухоустойчивая культура. Поэтому может формировать урожай без выпадения осадков во время вегетации. И еще очень интересный момент, но следует заострить на этом внимание, что его можно возделывать, как в биологизированном земледелии, по разным способам обработки почвы. Он великолепно растет и при выращивании по классической технологии, по вспашке. Причем предпочитают вспашку 25-27 сантиметров. Может расти при поверхностной обработке. И особенно мне нравится, когда нут растет по технологии наутил. Но обратите внимание, у нута, если он белосемянный, цветы будут белого цвета. Если же темный и коричневый, то любого другого, кроме белого. На этом слайде вы можете увидеть нут, выдержавший минус 12 градусов. Итак, как я сказал, можно выращивать по любой технологии обработки почвы. Значит, если мы возделываем нут по технологии наутил, для него предпочтительен широкорядный способ. Но прежде всего, с чем это связано? Дело в том, что при оптимизации минерального питания и, самое главное, обеспеченности влагой, доступной влагой или продуктивной влагой почве, мы можем получить очень высокий урожай с одного растения. Ну, в частности, потенциал следующий. В настоящее время у нас есть линии, которые с одного растения могут формировать порядка 480 зерен. От 250 – это белосемянные, как правило, линии, и темные и коричневые – от 350 до 480. То есть, если мы загустим посев и к уборке у нас будет где-то порядка 35-40 растений, мы сможем получить на одном растении для сравнения всего-навсего от 10 до 15 зерен. Посмотрите, какая разница, какой потенциал культуры. Значит, если нут выращивается по, скажем, минимальной обработке или по классике, естественно, для него способ сева широкорядный, с шириной между рядей от 30 до 45 сантиметров. И при этом ряды смыкаются. Что по технологии наутил при 70 сантиметрах, что при других способах сева. Ну, вот так выглядит нут в разные фазы, в разные периоды вегетации. В данном случае мы отмечаем фазу плодообразования. Обратите внимание, одиночное растение формирует не только большое количество бобов и зерен на одном растении, но мы можем таким образом еще и влиять на массу тысячи, то есть на крупность зерна. На рынке ценятся крупноплодные сорта нута. Поэтому при загущении нут будет мелким и снижается его товарность. При созревании нута что у нас происходит? Ну, прежде всего, листья высыхают, осыпаются, а бобы остаются. Очень хорошо, что у нута бобы не растрескиваются, как правило. И если не выпадают осадки, нут может на растении пробыть порядка месяца. А после этого он просто-напросто осыпается, не растрескиваясь. Ну, вот обратите внимание, так выглядит пассив, это 45 сантиметров. При созревании здесь довольно-таки большое количество бобов формируется. Причем в бобу может быть от одного, чаще всего, один, два и три зерна. Ну, это, конечно, и будет сказываться в дальнейшем на продуктивности. Но, как я сказал, если будет два зерна в бобу, зерно будет мельче. Вот это нут, который белосемянный. По технологии наутил. Обратите внимание, 70 сантиметров. Ряды замкнулись. Вот смыкание рядов. Вот широкорядно, вы видите, интенсивный рост. Это перед бутонизацией нута. А так выглядят посевы. С нормой высева 40 тысяч зерен на гектар. Широкорядно, расстояние 70 сантиметров. Это перспективные линии, участок размножения. Вот таким образом выглядит нут. Это черносемянный, вы видели, линия антрацит. Созревание бобов. Ну и для сравнения, я хотел бы привести рядовой способ сева. Междурядье 19 сантиметров. Ну, довольно-таки высокорослый в данном случае. Но из-за загущенности он формирует значительно меньшее количество бобов. Ну, а теперь отвечаю на вопрос, который был поставлен в самом начале. Какова же должна быть норма высева? Итак, если мы работаем с высокорослыми сортами, которые, ну скажем, имеют окраску, либо черную, либо коричневую, красную и так далее. Это все высокорослые нуты, и для них необходима норма высева порядка 250-300 тысяч схожих семян на гектар. И, естественно, эта норма предусматривает не рядовой способ посева, а как минимум 30-45 сантиметров должны быть междурядье. Если же мы работаем с белосемянным нутом, необходимо учитывать происхождение сорта. Я буквально, прежде чем с вами общаться, пообщался по норме высева с автором нескольких сортов саратовской селекции. И Надежда Ивановна Германцева мне сказала, что и сорт «Вектор», и сорт «Краснокутские» 36-28, все их необходимо сеять с нормой схожих семян, где-то порядка 250-300 тысяч на гектар. Или 25-30 зерен на квадратный метр. Причем следует учитывать такие факторы, как засоренность поля. То есть не зря я сказал, что необходимо обращать внимание на предшественник. Начнут эта культура, которая предпочитает чистая от сорно-полевой растительности поля. Если поле будет засоренное, вам обязательно придется применять средства защиты, а это гербициды, которые прямо или косвенно влияют на высоту растений, прежде всего, и дальнейшее развитие. Ну, к примеру, если вы будете применять почвенные гербициды, ну, например, гезогард, 3,5 литра на гектар, у вас будет поле чистое где-то полтора, ну, до двух месяцев. И к уборке у вас поле, если есть минирование большим количеством семян сорняков, поле к созреванию нута будет сильно засоренным. Кроме того, если выпадут осадки, ближе к наливу зерна нута, вы тоже получите поле засоренным. Если же будете применять, ну, скажем, такой гербицид, который, а сейчас их на рынке два, мерлин, он зарегистрирован на посевах нута и кукурузы. Вот он практически, то, что вы видели, это благодаря ему поля были относительно чистые. На слайдах. Далее. Мы должны учитывать еще и наличие патогенов на поверхности семян. Внешне мы не можем различить, есть ли аскохитозы, пузыриозы на семенах. Поэтому я рекомендую обязательно семенной материал перед посевом готовить. То есть необходимо применить средства защиты от грибных заболеваний. И в этом случае вы сможете повысить густоту стояния растений, уменьшив норму высева. Итак, 250-350 тысяч зерен, схожих на 1 гектар. Если у нас будет всхожесть полевая, где-то порядка 85%. Но такой схожисти при наличии, скажем, сейлки СЗ-3,6, либо сейлки точно высева СН-16, очень сложно добиться. Почему? Дело в том, что очень важным является глубина заделки семян нута. И если мы сможем сеять на глубину 6-8 см, да еще и во влажный слой почвы, в этом случае мы получим более дружные всходы. И всходы эти будут ближе к 90%. На сегодняшний же день из-за неправильной заделки, а это, как правило, часть семян, где-то порядка 30%, попадает на глубину 2-3 см. В условиях Ростовской области, в условиях степи ветра выдувают, и практически нут, схожие семена, лежат на поверхности, в почве, но ждут, пока выпадут осадки. Осадки могут выпасть через месяц. То есть они взойдут через месяц, и что мы получим? Часть растений созреет и будут готовы к уборке, а часть будет готова через месяц к уборке. То есть придется сельхозпроизводителю дополнительно проводить десекацию, а это дополнительные затраты. Кроме того, когда произойдет осветление нута, то есть листья осыпятся, что произойдет? Вот тот нут, который зеленый, будет интенсивно расти, а высыхающий нут, созревающий, он не будет бороться с сортно-полевой растительностью, не будет конкурировать, а будет зарастать с сортно-полевой растительностью. То есть это еще усложнит уборку нута. Далее на норму высева очень сильно влияют сроки сева. Нут – это культура раннего срока. Нужно сеять его как можно раньше. Я не зря привел слайд, что нут выдерживает и сильные минусы, минус 12 градусов бесснежного покрова. Это о чем говорит? Что его можно сеять и под зиму. Но в данном случае будет вопрос стоять о чистоте поля и засоренности. Как правило, сельхозпроизводители сеют нут после того, как сделают первую сплошную культивацию, вторую. И вот вторая культивация – это и есть срок сева. И откладывают где-то до мая месяца, до первой декады. В таком случае у нас те сорта, которые в настоящее время находятся на рынке, они относятся к культуре длинного дня. И чем позже мы нут будем сеять, тем он будет иметь более короткий период вегетации. А это приводит к снижению продуктивности. Кроме того, биологические особенности нута включают в себя определенные температуры для определенных фаз роста и развития. И если всходы мы получаем при низких температурах, может быть даже нулевых, а иногда и отрицательных, это только положительно отразится на ветвистости растения. И в дальнейшем улучшится потенциал образования цветов и плодов. Если же мы высеваем нут в более поздние сроки, мы получаем более дружные всходы, если есть осадки, более интенсивный рост в начале вегетации, но менее развитую корневую систему. А это приводит к снижению оптимизации питания основными элементами и уменьшению доступности влаги. Значит, вот тот нут, который у нас растет по технологии наутил широкорядно, корневая система достигает 50 и более сантиметров. Если же мы сеем в мае месяце, в начале, в середине, мы получаем слабо развитую корневую систему. С чем это связано? Да с тем, что если выпадают осадки, нут формирует корневую систему на поверхности почвы. Не углубляется, потому что глубже влаги нет. То есть происходит разрыв между влагой, находящейся в почве, на глубине, скажем, 50 сантиметров, 40 сантиметров, и корневой системой, которая достигает 15-20 сантиметров. И в данном случае нут будет формировать урожай лишь за счет выпадающих осадков в процессе вегетации. А если осадков не будет, то и, соответственно, урожай мы получить не сможем. Ну вот, это основные моменты. Так вот, почему, как правило, загущают посевы нута? Значит, мне доводилось видеть нормы высева, применяемые сельхозпроизводителями. Порядка, ну скажем, если весовой, сорт прива-1, я видел, как сеяли 200 килограммов на гектар и 400 килограммов на гектар. Когда же я посмотрел количество взошедших растений, у нас получилось, при рядовом сроке сева, то есть 19 сантиметров, густота стояния на квадратный метр была практически, ну чуть ли не 100 растений, 80-75-90 на квадратном метре. Это очень плохо. Почему? Загущение приводит к тому, что на одном растении формируется, ну порядка 5-7 зерен. Да еще если не побороться вовремя с хлопковой совкой, мы на поле практически что посеяли 400 килограммов и получили 400 килограммов урожай. Поэтому о норме высева можно очень много говорить, но скажу следующее. Вам необходимо учитывать сорт, учитывать его интенсивность, знать, что у нута есть очень большой потенциал и уметь повлиять на оптимизацию питания и накопление влаги. Ну и, как я сказал, еще побороться с орно-полевой растительностью. Если вы все это учтете, то потенциально в Ростовской области можно получать не 7 центнеров, как мы в настоящее время получаем, а порядка 25-30 центнеров с гектара. Кстати, лучшее хозяйство в 2020 году получили порядка 2 центнеров, 23 центнеров на гектар, а худшее получили порядка 8. Спасибо за внимание.